Мы начинаем лекцию номер 31. Добрый день, дорогие друзья! 31 лекция нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке» будет посвящена второму тому. Мы заканчиваем разбор второго тома «Хорошо темперированного клавира» Иоганна Себастьяна Баха. Перед нами 21-22 «При люди и фуги» в этой лекции. В следующей будут последние две. И мы завершим таким образом этот огромный цикл. Вот я повторю ещё раз, почему мы так много, вот уже более 30 лекций, уделяем разбору этого сочинения. Во-первых, потому что оно гениально. Во-вторых, потому что оно как бы центральное для творчества Баха, Иоганна Себастьяна Баха. Не потому что оно самое лучшее. У Баха невероятно ровное качество произведения. Невероятно мало вещей, которые немного хуже. Это даже можно находить, которые хуже. Но мы не будем сейчас этого делать. Просто на этом сочинении учились веками поколения музыкантов, композиторов, пианистов. Все гениальные музыканты учились на этом сочинении. Все исполнители. Например, даже виолончелист Пабло Казальц играл каждое утро несколько прелюдий и фуг. Начинал с этого свой день. Стравинский играл каждое утро несколько прелюдий и фуг. Нигаус Генрих Густавич начинал свою жизнь и говорил, это дисциплинирует мозги. И действительно, именно прелюдии и фуги. У него есть и французские, и английские сюиты, партиты. Они прекрасны, они гениальны, но почему-то человечество выбрало именно это сочинение, как квинтовый круг, как модель вселенной, как какое-то невероятное совершенство и устремленное в будущее. И поэтому, может быть, мы меньше уделим внимания другим сочинениям Баха. Я просто вкратце скажу, что у него есть еще и искусство фуги, гениальное тоже, совершенно особенное сочинение в истории музыки, музыкальные приношения, Гольдберг-вариации из клаверных сочинений, поздних. Вот. А сегодня пока си бемоль мажорная, двадцать первая прелюдия и фуга. Она тоже совершенно необычная в этом цикле. Очень длинная прелюдия. Самая длинная из всех сорока восьми. Огромная двухчастная репризная форма, в которой... Тут и сонатная форма присутствует, безусловно, совершенно. Огромная первая часть и еще больше вторая часть. Восемьдесят семь тактов. И вот это начало, оно взято из соль-мажорной прелюдии Фишера. Вот из его цикла нить Ариадны. А вот начало баховское. Мы видим, как гамма делается темой. И она спускается к нам, опять поднимаю голову, и вижу это прекрасное небо. Не могу не обратить внимания еще раз на небо. Она спускается к нам вот с этого голубого неба, как божественное что-то такое. И эту прелюдию и фуга часто связывают с крещением в Иордане. Здесь будет много очень темы воды. Здесь будет много очень обращений и отражений. И вот этот голубь, который спускается, дух животворящий, дух святой в виде голубя, который спустился во время крещения Иисуса Христа, вначале, мне кажется, явно совершенно присутствует. Размер 12-16, их тоже, конечно, 12 апостолов здесь. И это, посмотрите, сонатная форма, это главная партия. Здесь три раза эта тема будет в трех голосах проходить. Первый голос, второй, третий. Потом побочная партия в девятом такте. Вот эта побочная партия состоит из канона. Такая простая тема. И здесь тоже мы знаем уже у Баха эти темы. Надо их только вспомнить, найти. Вот ми мажорная из первого тома. Ми минорная. Это, смотрите, образ волны. Нарисуем линией. Вверх поднимается мелодия, а потом закругляется, как барашек, бурунчик на волне. Вот посмотрите на картины древних старинных художников, как они рисуют море. Посмотрите на иконы русские, итальянские. Море – это такие закругленные линии, зигзагообразные. И вот эта аугенмузик, глазная музыка, представляет собой именно эти же волны. И, опять же, римский Корсаков, Шахерезада. Те же волны. Тут также точно римский Корсаков рисует нам эти волны. Знал он, откуда он знал, откуда ты знал. Может быть, чувствовал, может быть, знал. Это не так все важно. Главное, что здесь образ волн. Правая рука – символ видимого. Левая рука в музыке фортепианной, клавирной – символ невидимого, неземного. И вот здесь волны земные и неземные сливаются. А что это? Это совершенно уникальный 13-14 такты. Это впервые и единственный раз в обоих томах хорошо темперированного клавира Бах использует перекрещивание двух рук. Левая рука переносится сверху, играет выше правой, а потом правая рука переносится и играется выше левой. То так, то так. Вопрос даже не в том, почему Бах вдруг здесь использовал перекрещивание. Это обычный способ. Бах постоянно использует перекрещивание рук в Гольдберговских вариациях. Там их сколько угодно. Почему он так мало использует перекрещивание этих рук, двух наших рук? В хорошо темперированном клавире. И вообще, что это означает? Не означает ли это креста? Вот крест. Причащаются люди вот с таким жестом. Я помню, как Митсука Учида, замечательная японская пианистка, играла сонату Шуберта, седьмой мажор, в концерте. Огромный зал в Базеле, казино. Выходит Митсука Учида, садится за рояль и делает вот так. Сидит несколько секунд и играет прекрасно эту сонату. И этот жест, казалось бы, случайно, ну вот нужно, чтобы так удобнее, казалось бы. Тут есть еще символический момент. И еще такой тоже момент характерный. Вот есть чекона знаменитая. Из ре минорной второй, второй партиты для скрипки соло. Она обработана многими музыкантами для фортепиано, в частности, бузони. Начинает вот так. Вот перекрещивание рук сразу же. А почему бы не сыграть так? Это ведь не вызвано какими-то практическими соображениями. И многие пианисты начинают так проще, так естественнее, не понимая, что это вот именно то, что делал Митсука Учида. Вначале нужно как бы помолиться вот этому кресту, который здесь. И бузони это, конечно же, понимал, что в музыке Баха главное молитва. И совершенно удивительно это в начале Чеконы показал. И Бах здесь, в этой прелюдии, дает то же самое. Два мира, видимый и невидимый, смешиваются, перекрещиваются, входят один в другой, и мы слышим это переливающееся журчание воды. И вода материальная, и вода божественной благодати. Потом начинается вторая часть, она больше по размерам. Она относится к границе между первой и второй частями в точке серебряного сечения. То есть в первой и третьей, 33-й такт начала второй части, а всего 87 тактов. И вот идет короткая разработка и очень важная кульминация в начале репризы. 49-й такт. И побочная. Вот это очень важный момент. Здесь совершенно незаметно прошла такая тема. В 51-м такте. Это обращение Б, А, Ц, Х. Вот обращение или рокоход, что в данном случае то же самое. Здесь Бах использует совершенно новый ритм в этой прелюдии для этой темы. Восьмушечка и шестнадцатая пауза. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз. Такого ритма нигде больше нет. Или шестнадцатая отдельная, или одна нота, восьмушка. Но вот три ноты, собственно, четыре, не повторяются в таком ритме нигде. Это место уникальное, как часто уникальные его точки золотого сечения. А это, она и есть, 51-й такт, точка золотого сечения. Обращение темы Б, А, Ц, Х. Обращение – это отражение в зеркале. Это взгляд Баха в зеркало. Взгляд на самого себя. Взгляд очень тонкий и деликатный. Мы не услышим это. Он не выпячивает свое имя, свою индивидуальность. И едва ли кто-нибудь даже при прослушивании заметит это. Но это тут есть. И это есть именно в самом центре картины. Я сказал «картина», потому что у меня тут лежит удивительная совершенно книга Бориса Андреевича Успенского «Гентский алтарь» Яна Ван Эйка. Композиция произведения. Я сравниваю вообще эту прелюдию с «Гентским алтарем», как и семинорную, 24-ю из первого тома. И вот если мы посмотрим, желающие могут найти легко в интернете более крупную репродукцию, чем ту, которую показываю сейчас я. Но здесь вот есть внизу такой алтарь. Собственно, на нем стоит агнец, барашек. Из него течет кровь, а под алтарем фонтан. И из фонтана течет вода, как бы тоже вечный источник живой воды. К алтарю со всех сторон сходятся люди. Но нам сейчас интересно именно вот эта вода. Здесь есть такие стеклянные, прозрачные, такие круглые украшения в виде шаров. И вот, возможно, это только гипотеза Бориса Андреевича, что в одном из этих шаров, или он один, я сейчас не помню точно, есть две очень такие слабо эскизно намеченные фигуры. Это отражение двух художников. Ван Эйка и его брата, который помогал ему. И он здесь, в этой книге, «Генский алтарь», проводит исследование, как используется в живописи того времени, это XV век, как используется отражение, обращение, и что вообще оно означает. Как, например, изо рта ангела выходят буквы «Радуйся, благодатная», а изо рта Марии выходят буквы в зеркальном отражении, когда она ему отвечает. И какое большое значение имеют вот эти... этот закон отражения и обращения. Я уж не говорю о том, что, естественно, в «Генском алтаре» это украшение, это стеклянный шар, и, может быть, он не стеклянный, а какой-нибудь алмазный. Этот шар именно находится в точке золотого сечения этой нижней части основной «Генского алтаря». То есть тут есть какое-то очень важное сходство. И то, что эти пассажи в конце прелюдии так как-то расходятся, разливаются буквально, можно сказать, это тоже как-то напоминает образ вот этой воды, этой благодати Святого Духа. И я сейчас прелюдию сыграю. О фуге поговорим позже. Прелюдия номер 21, си бемоль мажор, из второго тома, хорошо темперированного клавира Баха. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Играет музыка 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 Здесь второй уникальный случай в творчестве Баха Единственная фуга, которая начинается со второй ступени Играет музыка 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 Играет музыка